Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 8 класс, География России. Параграф 34. Природно-территориальные комплексы Восточной Европейской равнины. Продолжение. Вспомните, почему на Русской равнине лесная зона к югу сменяется степными пространствами. Очень просто. Уменьшение увлажнения. Лесам нужно, чтобы влаги было много и чтобы эта влага оставалась в земле. А на юге испарение очень высокое. Испарение равно единице. И поэтому лесов там практически нет. Или они растут в какие-то деревья только вдоль рек. А так в целом там царство трав. Южнее лесных районов расположены лесостепные и степные черноземные равнины. Здесь чередуются несколько крупных меридиональных возвышенностей и низменностей, по которым протекают крупнейшие реки Восточной Европейской равнины. Волга, Ака, Кама, Днепр, Дон. Поверхность возвышенностей и низменностей расчленена долинной и овраженной сетью. Между Приднепровской и Окско-Донской равнинами расположена Среднерусская возвышенность. В период оледенения покровный ледник не заходил на нее, а двумя языками огибал с запада и востока. Поверхность этих ледяных языков была несколько выше поверхности Среднерусской равнины. Поэтому с тающего ледяного покрова текли тавые воды, из которых отлагались наносы в виде глин и суглинков. В этой рыхлой толще впоследствии возникли овраги с очень крутыми склонами. Приволжская возвышенность протянулась вдоль правого берега Волги от Нижнего Новгорода аж до Волгограда. Это очень большое расстояние. Западный склон возвышенности очень пологий и подъем почти незаметен. Зато на востоке возвышенность обрывается крутым уступом к самой Волге. Со стороны Волги это представляет собой величественную картину. Самую высокую часть при Волжской возвышенности даже называют Жигулевскими горами. Волга, встречая на своем пути Жигулевские горы, огибает их, образуя гигантскую петлю в районе города Самары. Вот, собственно говоря, можно увидеть от Казани. Вот идет у нас через Ульяновск, вот она течет Волга. И посмотрите, вдруг раз, и вот такой вот сильный изгиб у Волги. Казалось бы, не проще ли было вот так напрямую течь? Нет. Возле Самары происходит вот такой вот очень серьезный изгиб Волги. Это вот огибание того самого, тех самых Жигулевских гор. И здесь, как видите, сразу аж находится Жигулевский заповедник отдельно и Национальный парк Самарская лука. То есть сразу два природоохранных объекта на этой территории находятся. Склоны Жигулевских гор, обращенные к Волге, рассечены глубокими оврагами, напоминающими горные ущелья. По одной из версий, название реки Волги происходит от варяжского «волка», что в переводе означает «небольшой ручей, текущий по болоту». Это подходит, но только к самым-самым верховьям Волги, где река только-только начинается. Да, есть места, где Волгу, эту великую русскую реку, можно буквально одним шагом перейти, переступить. Но это только в самом-самом начале этой реки. Климат лесостепей и степной части Русской равнины благоприятствует развитию эрозии, то есть так как сильные зимние ветры сносят большое количество снега в овраге. Дружная весна вызывает бурное таяние снега. Тауы и воды, стекая по склонам и днищам оврагов, размывают их еще сильнее. Овраги разрастаются, ветвятся, образуют сложную сеть. В результате страдают поля и другие сельскохозяйственные угодья. Борьба с оврагами – непростое дело. Самым надежным способом являются посадки леса в верховьях оврагов, то есть вдоль их начальных частей. И корни деревьев в этом случае скрепляют землю и не позволяют ей сильно размываться. И постепенно овраг зарастает. В зимнее время часто снежные заносы. Они затрудняют движение, поездов и автотранспорта. Основной задачей повышения урожайности сельскохозяйственных культур и борьбы со снежными заносами является снегозадержание. Большая часть территории распахана и естественной растительности сохранилась только в заповедниках, а также по речным долинам и склонах балок и оврагов. Больших площадей, занятых пустынями, в России нет. Однако незначительные участки с пустынным ландшафтом есть. Таковы, например, песчаные дюны на берегу Каспийского моря в районе города Махачкала. Насколько этот пейзаж похож на азиатское или африканское пустынные пейзажи, судить можно по известному фильму «Белое солнце пустыни». Он снимался именно в этих местах. Юго-восток равнины занимает прикаспийская морская полупустынная и пустынная низменность. Поверхность плоская, однообразная и наклоненная к морю. Низменность многократно покрывалась водами Каспийского моря, которое наступало и отступало. Это привело к накоплению самых мощных на восточноевропейской равнине морских и континентальных отложений осадочных пород. В морских отложениях имеются залежи каменной соли, а на поверхности низменности есть соленые озера. Крупнейшие из них – Эльтон и Баскунчак. Озеро Баскунчак содержит чистейшую поваренную соль, по оценкам специалистов, лучшую в мире по качеству. Запасы соли на этом озере составляют около 40 миллиардов тонн. А недалеко от озера Баскунчак находится единственная на всю прикаспийскую низменность гора. Конечно, она невысокая, но для абсолютно плоской низменности – это настоящая гора – целых 171 метр. Ну, довольно-таки много. Называется она Большое Багдо, что в переводе с калмыцкого означает «великая». Ядром этой горы является мощный слой каменной соли, образовавшийся почти 200 миллионов лет назад. Он-то и создал гору на ровном месте. Климат прикаспийской низменности – континентальный. Зима здесь холодная и малоснежная, а лето – жаркое и сухое. На севере прикаспийская низменность покрыта полынно-злаковой растительностью на каштановых почвах. На песках растительность более богатая. Это объясняется тем, что в песках конденсируется влага. Характерными представителями животных являются суслики, тушканчики, песчанки, хомяки. В больших количествах встречается сайгак. Повсеместно распространена лисица-корсак. Поймы и дельты рек, особенно Волги, изобилуют птицами. Большой баклан, белохвостый орлан, серый гусь, белая цапля, султанская курица, фазан, усатая синица – вот наиболее типичные обитатели Волжской дельты. А в низовьях Волги существует Астраханский государственный заповедник, организованный еще в 1919 году. Здесь, в дельте реки, находится огромное количество больших и малых водотоков, озер и островов. Через этот район проходят маршруты многих видов перелетных водоплавающих птиц. Здесь расположены места гнездовий, таких необычных для России птиц, как фламинго и пеликан. В протоках наблюдается невероятное количество и разнообразие рыбы, в том числе и ценных промысловых пород. Растет здесь и редкий представитель древних растений – лотос. Охрана всего этого богатства является целью работы Астраханского заповедника. Повторим главное. Древний ледник не покрывал центральную часть равнины в районе Среднерусской возвышенности. Однако на поверхности отложился мелкий обломочный материал – суглинки, глины, принесенные талами водами ледника. В этой рыхлой толще впоследствии образовались многочисленные овраги. Приволжская и Ставропольская возвышенности, занимающие южную и восточную часть равнины, представляют собой степные и лицестепные пространства, отличающиеся густой овражной сетью, недостаточным увлажнением и плодородными почвами, ставшими причиной того, что почти вся территория там оказалась распахана. Самая южная часть восточноевропейской равнины – Прикаспийская низменность, полупустынный и пустынный район. В прошлом эта территория неоднократно была дном Каспийского моря, а в те времена здесь сформировались крупные залежи каменной соли. Соленые озера есть и на поверхности низменности и сейчас. Вопросы. Перечислите животных, характерных для зоны степей. В зонах степей большое количество птиц. Сейчас там, конечно, в целом степей природных уже не осталось, но там, где они есть, там, в принципе, сейчас есть и различные сайгаки в большом объеме, различные лисицы там присутствуют, есть и какое-то количество волков, но, повторяю, зоны природных степей их практически не осталось, они есть только в заповедниках. Поэтому описывать, какие там животные, там большое количество мелких животных. Всяческие грызуны, причем как травоядные, так и хищные. Их в зоне степей и сейчас огромное количество. Всякие хорьки, хомяки и тому подобные. Крысы, мыши, полевки, их очень много самых разнообразных. Назовите возвышенности, расположенные в степной зоне Восточноевропейской равнины. Ну, конечно же, здесь можно вспомнить и те самые Жигулевские горы, которые присутствуют. Ну, а чистые возвышенности это Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность. Вот это вот чистые такие именно возвышенности. Если на территории умеренного пояса России пустыни. Пустынь, как таковых, нету, но есть территории с пустынным пейзажем. Почему среди обитателей степей не сохранилось крупных животных? Потому что не сохранилось самих по себе степей в их диком состоянии. Потому что все степи распаханы. А вот мелкие животные, они могут совершенно спокойно выживать в этой ситуации. Почему овраженная сеть наиболее развита именно в лесостепной зоне? Потому что там очень большое количество снега. И когда снег начинает таять, а таять он начинает из-за повышения тепла очень быстро, то количество вот этой талой воды, оно очень большое. А что такое овраг? Это как раз таки дело рук талой воды, которая размывает почву. Вот поэтому именно там самое большое количество этих оврагов. И вторая причина как раз таки в том, что это лесостепная зона. Степная зона. То есть нет растительности, которая своими корнями могла бы держать землю и не давать ей размываться. В какую сторону наклонена южная часть восточной европейской равнины и к бассейнам каких морей и океанов здесь относятся реки? Южная часть имеет наклон в сторону, естественно, юга. Поэтому частично наклон это в сторону Каспийского моря, то есть внутреннего востока, а частично в сторону Азовского и Черного морей, которые относятся к бассейну Атлантического океана.